Роберт Сидоракович, но ведь как же быть авторитетные азербайджанские ученые и историки говорят что Карабах азербайджанская земля ссылаются на летописи на древнейшие времена армянские ученые которых я не могу не уважать говорят все с точностью до наоборот и видимо ситуация такова что этот спор может продолжаться веками теперь тем не менее сегодня Нагорный Карабах воюет территорию Азербайджана вы показали на карте эти 7 районов 7 1 неполный 7 и 1 неполный то есть сегодня вы превратились в захватчиков чужой территории вы лидер Нагорного Карабаха понимаете что вы воюете чужую территорию в этом случае придется обратиться также карте потому что если посмотреть если посмотреть на карту то я говорил о том какие территории нами контролируется вот она линии соприкосновения здесь хребет очень высокий там перевал три с половиной тысячи как он называется Мравдагский хребет это ограничивает он замыкает примыкает Карабаху с севера он идет вот так вот линии соприкосновения дальше линии соприкосновения сюда и до иранской границы то есть здесь линия фронта она вы смотрите или надо держать линию фронта было для коридора вот такую это 100 порядка 130 километров или ее развернуть и всего иметь 22 километра до 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 Аракс то есть в первую очередь здесь речь идет о военной подоплеке наших этих действиях обусловлена она тем что Карабах воюет с Азербайджаном это 150 тысяч населения Карабаха 7 миллионов населения Азербайджана и все наши естественно все наши шаги все наши действия они в первую очередь направлены на на максимальное улучшение наших военных возможностей это короткая линия фронта с учет рельеф местности горы низменности вот она мотивация основная я понимаю что вы захватили эти территории чтобы обезопасить границы Нагорного Карабаха от азербайджанцев но Роберт Седракович вы себя чувствуете оккупантом нет все дело в том что мы неоднократно заявляли продолжаем заявлять что смысл контроля над этими территориями чисто военные и с прекращение войны с приостановлением враждебных действий эти территории будут возвращены это похоже на сказку про белого бычка но вы же прекрасно понимаете что армянские боевики понимаете вы знаете это лучше меня армянские боевики ведут себя на этих территориях но мягко говоря именно как оккупант ну неужели я не прав нет мне не совсем понятно слово армянский боевик у нас сейчас нет в лексиконе такого понятия у нас есть как вы их называете у нас есть армия обороны Нагорного Карабаха есть бойцы офицеры что касается поведения на этих территориях то уверяю вас у нас нет таких сил чтобы держать войска и на этих территориях они у нас глубоком тылу мне нравится наш разговор тем что вы откровенно что думаете вы пишите в комментариях спасибо за просмотр до новых встреч спасибо за просмотр поставьте лайк если вы не подписаны на наш канал то подпишитесь спасибо за просмотр